Настоящая детективная история развернулась в стенах музея школы номер 32. Шестиклассники Миша и Даник не любят уроки истории, но обожают Шерлока Холмса. Чтобы привить ребятам любовь к своему предмету, учитель истории отправляет их на уборку в школьный музей, где ребята находят странную записку с просьбой помочь найти клад. С этого и начинается череда загадок и тайн. Мальчишки не без помощи исторических справок докапываются до главной истины фильма. Сокровище – это знание о родном городе. Я поддерживала идеи дочери, немножко корректировала, потому что фильм в определенные темы завъявлены. Я ей всегда направляла, что необходимо в рамках малой родины. То есть не просто в музейной комнате поиски, а поиски, связанные с городом Бобруйск. Для 11-летней Ани эта картина – дебют. До конкурса юный режиссер все ее задумки были лишь в голове и на бумаге. Теперь же девочка хочет продолжить пробовать себя в киноискусстве. Например, в роли профессионального сценариста. Мы собираемся еще что-то снимать, участвовать в разных конкурсах, там, где надо снимать. Вот у нас уже два проекта. Один уже готов на, опять же, другой конкурс. И один еще готовится, монтируется. В проекте активную помощь Ане оказывали взрослые. Мама и классный руководитель вели съемку, а папа помогал с монтажом. Кстати, снимали на обычный домашний фотоаппарат. Но Аня считает, что главное – хорошая идея, а техника – дело наживное. Одноклассники тоже с энтузиазмом откликнулись на просьбу принять участие в фильме. Ведь 6-й В – самый творческий класс в школе. В прошлом году мы пробовали инсценировать сказку для детского дома «12 месяцев». У нас тоже был задействован практически весь класс. И, сделав выводы, просмотрев, что у нас получилось, мы подумали, почему бы и нет. И пусть картинка пока не идеальна, а игре актеров не всегда веришь. Без сомнений, однажды в музейной комнате – это огромный шаг на пути в большое кино. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.